Добрый день, дорогие друзья! Помните, был у нас лозунг «Все на выборы». У нас выборы, вообще-то, в марте, выборы штата Новый Южный Уэльс. И я бы хотел обратиться к вам, дорогие друзья, с тем, чтобы вы участвовали в этих выборах на правой стороне. С вами канал «Одна Австралия» и я, Александр Петров. Помните тот звериный геноцид, который устраивали корнавесы нашему народу? Даже в Сиднее. Помните это? Это ассоциировалось на федеральном уровне с правительством Скотта Моррисона и на уровне штата с Гладис Берджиклян. Доминик Пиротет, между прочим, был одним из главных министров Гладис Берджиклян. Мы ушли. Мы ушли в мае этот либеральный режим. В общем, больше нет Скотта Моррисона. Оказалось, что Энтони Албанизи, несмотря ни на что, очень умный, очень грамотный, очень дальновидный политик. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Что происходит с иммиграцией? Мы не просто берем мозги, мы отвоевываем рынки, которые бездарно правительство либералов упустило в плане иностранных студентов. Да, в общем-то, иммигрантов тоже. Мы не боимся теперь всяких мифических и полумифических болезней. Мы живем с ними. И это не достоинство, это не достижение правительств штатов. Это федеральное правительство. Посмотрите, а Китайская Народная Республика? Да, в действительности мы вступили, прям не хочу сказать ногой во что, но мы вступили в альянс, созданный Соединенными Штатами Великобритании. Укус называется. Кого мы укусили? Ну, наверное, самих себя за задницу. Я имею в виду Австралия. Но посмотрите, как Албанизия ловко вышел из этой ситуации и, в принципе, оставшись в этом союзе, нормализовал пока на первом этапе, но он нормализовал отношения с Китайской Народной Республикой. А это, дорогие друзья, благосостояние этой страны, ее будущее, ее безопасность и ваше будущее, между прочим, и достаток, если вы собираетесь сюда ехать. Если вы не собираетесь сюда ехать, зачем вы смотрите это видео? Так вот, дорогие друзья, мы имеем традицию выступать на стороне либеристской партии, потому что либеральная партия – это партия, которая ненавидит иммигрантов. Ну, они говорят обратное, ну, они говорят очень красивые слова навсегда в своей политике, а не преследовать одну цель, чтобы нас здесь не было. Вы знаете, они ведь выступают против интересов этой страны. Те люди, которые против иммигрантов, они против интересов. И им хочется сказать, дорогие друзья, мы тоже вас понимаем, нам тоже не нравится бардак, но вы же и устанавливаете, вы устанавливали этот бардак. Надо от мира брать лучшее, а не обы что. То, что с вами и с представителями нашего, к сожалению, народа, который за либералов голосует, людей, которые хотят видеть нас всех внизу общества, они боятся конкуренции с нами. А не надо бояться, надо бороться, надо дружить, надо вместе ставить страну на ноги, ставить ее в ряд лучшими державами мира по не просто благосостоянию, а по технологическому прогрессу, культуре. Нам нужны выдающиеся писатели, поэты, ученые. Короче говоря, нам надо ставить Австралию на уровень и выше уровня лучших держав мира. Это, возможно, у нас много богатств, так и надо их рачительно использовать, повышая интеллектуальный потенциал страны. И вы, дорогие друзья, есть те кирпичики, из которых мы можем построить светлое будущее нашей страны. Вы готовы драться за ваше будущее, а значит и за будущее Австралии. Либористская партия – это партия, которая стоит за вами. Разные люди в этой партии есть. Есть люди, которые вначале придерживались либористских идей, а потом скатились на крайне правые позиции, такие как мною уважаемый лично Марк Лейтон, но все-таки он скатился в правый лагерь. Но он не победил. Несмотря на то, что я обожаю и его, и Полин Хэнсон, лидера One Nation, Полин Хэнсон партии, я уважаю их, я уважаю их за гражданскую позицию, когда они боролись с коронавистьем, я их уважаю. Но будущее страны, я вижу, с либористской партией, без либералов или людей, которые еще правее либеральной партии. Да, One Nation – честные люди, но будущее не там. По крайней мере, я так вижу, видит большинство вас, дорогие друзья, потому что вы хотите сюда приехать, и либористы, и только либористы – это те люди, с которыми вам по пути. Но им тоже нужна поддержка. На выборах по опросам общественного мнения и лидер либористов, ну, скажем так, не очень хорошо выглядит, то есть фисти-фисти в своем избирательном участке. И партия немножко даже проигрывает, но мы это все можем с вами изменить. Стат небольшой, это фактически Сидней, ну, с некоторыми включениями. В этом городе мы можем добиться своего, если мы выведем десятки людей, чтобы они истово и искренне сражались, именно сражались на стороне либо либористской партии. Вы хотите спросить, а зачем вам это нужно? А затем, дорогие друзья, вам не надо было платить каким-то миграционным агентам, зачастую самым недоброкачественным, необразованным особо, людям с очень жалкими, алчными, присущимися от жадности руками. Вам это не надо, потому что член парламента – это Agent Exempt Registration. Это человек, который может сделать вам то, что ни один агент сделать не может, то, что вы сами не можете сделать, и что ваш покорный слуга Александр Петров тоже не может сделать для вас, а они могут. Если вы были уже здесь, вы догадываетесь, в каком месте я сейчас нахожусь. И буквально через 12 минут я буду решать вопросы, решать вопросы вашего будущего. Но если мы выведем огромное количество людей, которые борются за эту партию, и партия станет лидирующей, и она сформирует правительство нашего штата, правительство нашего штата, состоящее из людей нам, близких и дорогих, за которых мы отстояли, и которых мы отстояли. И на федеральном уровне наша партия, Либарийская, победила. И это оказался замечательный лидер, на самом деле. Никто не знал, что Антони Албанизи так хорошо себя проведет. За нас, между прочим, средства массовой информации, которые всегда были против нас, а сейчас за нас. То есть за нас очень многое, но нужно, чтобы вы поучаствовали. Если вы поучаствуете, если вы лично поучаствуете, Либарийская партия этого никогда не забыть. И когда у вас будут проблемы, а проблемы есть у всех, или когда вам захочется чего-то такого, что обычно не получается, у вас получится, получится с ними, получится с Либарийской партией, с теми людьми, которые честно выполняют свои обязанности, заботятся о людях, которые живут в их электорате. Вы знаете, а у меня есть пример работы и с либеральными политиками. Ничего не хочу сказать о Нэшнал. Нэшнал защищает интересы своих жителей, но не либералы. Сколько раз нам приходилось решать вопросы за спиной либералов с помощью либеристов в тех избирательных кругах, где вы не живете, потому что просто либералы, отказывались вообще помогать иммигрантам. И это было все. Не все, наверное, не все. Наверное, не все либеристы готовы вам помогать. Но это ваша партия. Это партия иммигрантов. Это партия, которая вам и лично вам поможет, как когда-то она помогла мне. И на того человека, его имя Лори Фергюсон, я молюсь. При всех его недостатках, при всех, может быть, разногласиях у меня с ним, порой принципиальных, в том числе и по коронавесию, я этого человека боготворю. И я всегда остаюсь им лояльным. Ему лично лояльным и этой партии, потому что именно в рамках и в рядах этой партии он вырос. Так вот, дорогие друзья, я вас призываю записываться в добровольцы, записываться в активисты этой партии, записываться в ряды тех людей, волонтеров, которые выйдут на выборы, до выборов, может быть, которые потом очень хорошо себя проявят в этой стране. Ваше величие, ваш успех, ваши достижения, ваша уверенность в себе начинается вот с таких дней. Так что обращайтесь ко мне, и это не обязательно мои студенты, обращайтесь ко мне, и мы вместе сотворим чудеса. Мы уже их делаем, но мы их делаем больше, лучше. Так что вокруг нас люди ахнут. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...